Всем здарова дорогие друзья, на связи ФилиТек Это наш выпуск про очень интересный автомобиль, который к нам только что заехал Я не знаю, видите его сейчас или нет, но я вам спойлерну За секунду до Порше 911 В кузове 964 Синего цвета, просто муах! Хуй, знаете, запорнулся, ебаный в рот Двигатель сзади, потому что Эта тачка заехала к нам Сначала мы подумали на ремонт и работы Ну, скорее всего, там хана в выхлопной системе Надо будет делать что-то новое И человек захочет, владелец этой тачки, оставить все в стоке Ничего там не трогать, но нет Он решил подарить этому автомобилю новый звук В плане выхлопа, чтобы тачка в очередной раз радовала не только визуально, но еще и звуком Здесь объем 3.6 и мы тут будем делать довольно интересные работы Не просто там как-то вскрывать банку Мы восстановим выхлопную систему Произведем там некоторые работы и доработки И впоследствии получим вкусный, хороший, старый, с 90-х годов звук выхлопа На вот этом крутом автомобиле Ну что, погнали спустимся снизу и посмотрим масштаб бедствия Ну, на самом деле не все так уж и плохо-то на самом-то и деле В любом случае, завтрашний день у нас будет обмывочный, как его назвать Будет мойка, вот эти вот масляные все потеки мы будем все убирать Чтобы это нам не мешало Ну и в дальнейшем, чтобы на автомобиле все это тоже не мешало И, короче говоря, все это мы будем снимать Чтобы это все блестело, красиво, нарядно Вообще, классно прикоснуться в действительности к истории Потому что можно же назвать это очень таким прям Прям, ну, легенда, других слов нет Короче говоря, вот над таким чудом мы будем работать Ну а начинаем его мыть А, нет, на самом деле не все Забыл вам показать, как эта тачка звучит до Так что надевать наушники, давайте послушаем Никак оно не звучит, да? Или как звучит? Ну, ты слышал Ну, как-то он так непонятно Надеюсь, что он в итоге звучит красиво А может и нет Вот и, кстати, проверим в конце ролика А теперь точно моем Пригнали к нам вчера этот замечательный Porsche 911 Установка от владельца была такая Что он хочет добавить этой машине звука И оживить свою, скажем так, систему Зрительно оживить Поэтому мы будем проводить реставрацию Машина помыта Отправляется в бокс Вот же она Да Как тебе ощущения поездки на данном крейсере? Честно? Да Ну, прикольно Прикольно Итак, мы сняли детали, которые будем реставрировать Предлагаю вам на них смотреть то Что это? Это как в West Coast Custom Да это просто, что? Касательно деталей было принято решение Что лучше их будет все отправить на пескоструй Коскоструй сделает свое дело Выровнит шероховатости Какие-то царапины Неровности уберет Далее мы это подполируем, подшлифуем. И вот эти вот старые детали обойдут новый бомбезный вид грузии. Ничего, немного отвлечемся от Porsche и погрузимся в другой день в наши работы, которые у нас тут есть. И конкретно расскажем вот про этот автомобиль. Это Audi Q3, которая приехала на работы, которые связаны не совсем с нами изначально, а с работой другого сервиса. Об этом чуть попозже, но пока давайте пройдем, покажем, что у нас сейчас есть в работе и над чем мы работаем. Здесь у нас стоит Audi TT в таком уже осовремененном кузове. Все это привыкли, наверное, видеть. Ну, я, по крайней мере, привык двигать старые TT, а это у нас практически новое. Здесь у нас производятся ремонтные работы и также мы устанавливаем новые декоративные насадки. Ну, а здесь у нас стоит Lexus, он также приехал к нам на ремонтные работы. Здесь у нас замена двух глушителей, ставим свои глушители и переустанавливаем впоследствии насадки клиента. Переходим к Macan. На Macan у нас также ремонтные работы. Здесь мы меняем две гофры. Казалось бы, Macan и гофры, когда не успели подойти к концу, но к концу они подошли, поэтому мы здесь их и меняем. Теперь возвращаемся к Audi. Эту тачку уже делали в другом сервисе, делали там тюнинг, выхлопы, но есть несколько моментов, несколько нюансов. Во-первых, люди не попали по звучанию, немного там делали все это, наколхозили, и звук не понравился по итогу. И во-вторых, что самое обидное во всей этой ерунде, собрали они выхлоп неправильно. Значит, вот там вот видим, что расположен рядышком кардан, и на кардан кое-что наматывается. А это наматывается гофра, потому что в резинке тут просто-напросто не вставили выхлоп. Короче говоря, какие-то лоботрясы. Вот, считаете, просто намотало, грубо говоря, выхлопную систему на кардан. Вообще, мне кажется, интересно. Мы будем работать над этим автомобилем, и сделаем там крутое звучание, сделаем все по уму, чтобы человеку понравился звук. Возвращаемся к Porsche. Как видите, детали у нас уже, можно сказать, отреставрированы, они выглядят совсем не так, как раньше. Произвели с ними некоторые манипуляции, а теперь они почти как новые. Тут еще ребята зачищают все вот эти места соединений. И сейчас мы приступаем к переделке этой выхлопной системы, чтобы добиться на ней звучания. Сначала мы ее изучим, поймем, как там что работает, где там что можно поменять, и впоследствии будем все это дело менять. Что мы конкретно там меняем, конечно, мы вам не расскажем, но покажем, как это звучит по итогу. Так что пойдемте изучать банку. Что делать будет? Я пока не знаю. Сглушнитель у нас тут получается... Я правильно понимаю, сейчас... Его как-то надо вскрыть. Как вскрыть надо? А какие варианты бывают? Может, вот так просто сделаем? Да, окно вырезать. А ты как хочешь открывать, Андрюш? Вот сюда, вот так? Сюда нельзя, вот эта хуйня оторвется. Край отступить надо. Вот так, конечно. Вскрываем. Ну, как-нибудь. О, Андрюха, расскажи про внутренности глушителя. Углушнитель? Да. Короче, здесь раз камера, два камера, три камера, четыре камера, пять. Пятикамерный глушитель? Ага. Вот вход. Вот вход, да? Отсюда сдувает. А набивка была какая-то? Нет. Вся выгоденна? То, что... Вот. Короче, вот чтобы вы понимали, в новом глушителе набивки, ну, не впритык, но она есть. Вот. И за... С 90-го года осталось небольшой моточек. Короче говоря, вот эту всю систему мы будем переделывать под... Так, как нам надо. То, как оно сейчас вы можете увидеть. Эксклюзив. Порше 911-964 кузове внутренности глушителя выглядит вот так. Эксклюзив. Где вы еще такое увидите, друзья? Нигде. Вот. Ну, я напомню, что мы будем делать не адский, сука, выхлоп, а на 20%, может, чуть-чуть побольше. Просто владелец не хочет прям супер какого-то себе там результата в плане громкости. Он хочет чуть-чуть. Вот и мы вот это чуть-чуть с помощью вот таких изменений будем добиваться. Так что, что, переделываем? Ну, и между делом, раз уж сняли деталь, решили проверить катализаторы. Вдруг им хана. Но нет, оказалось, что катализаторы металлические, с ними все в порядке. И мы всю эту деталь аккуратно поставили обратно. Ну, а аудит у нас уже готова, поэтому давайте расскажем, что мы там сделали и как. Во-первых, вот та самая гофра, тут даже видны следы от кардана. Точнее, на кардане видны следы от гофры. Поменяли мы эту гофру, все вставили в резинки, аккуратно все сделали, ничего касаться там не будет. В любом случае, наша работа на все дается гарантия, поэтому в любой момент можно что-то... Такое, конечно, редко случается, но гарантия у нас есть для вашей пущей уверенности. Переходим дальше. Здесь мы уже сделали такую вставку в виде трубы, аккуратно ее заварили аргоном, все швы обработали. Выглядит это аккуратно, эстетично, красиво. Здесь мы тоже сделали новый подвод и установили наш глушитель, который будет работать спортивно, который будет дарить новые эмоции. И звук у этого автомобиля, естественно, раскроется в лучшую сторону. Помимо этого, мы из этой банки сделали также новый подвод и переустановили вот эти декоративные насадки. Я бы, конечно, еще и насадку саму поменял, какой-нибудь черный глянец, наш фирменный, вы знаете этот цвет. Но пока что работа эта готова. Вы хотели бы послушать, но нет, послушаем мы ее не сейчас, а в конце ролика. Так что возвращаемся к Porsche. Короче говоря, банку мы первый раз переделали, послушали, как все это дело звучит. Ничего не изменилось, поэтому послушали, как все это дело работает без глушителя. Нам это все понравилось, но, конечно, звук был громковат, нам надо было это все дело успокоить. Поэтому глушитель мы уже переделали и сейчас будем его устанавливать. Ну и сейчас настало время послушать, как же у нас получилось Audi надевать наушники. Погнали! Напишите в комментариях, как вам звук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! есть косяк косяк наш потому что мы не записали нормально по-человечески на большую камеру про porsche 911 финал вкратце расскажу что всем туда установили есть момент первый что нельзя к сожалению нам записать этот автомобиль напрямую но можно записать этот автомобиль боксе поэтому сейчас вы увидите запись в боксе снятая на телефон записываю стерео рекордов на этом пока что я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии с вами был фили тег надевать наушники слушайте porsche и пока а